Друзья, всем привет! С вами Самые Слики. Заметили? Время с годами летит все быстрее и быстрее. А у кого-то оно проходит практически моментально. Можно сказать, еще жизнь не начал. Ну, конечно же, я имею в виду автогоночную жизнь. Сегодня я решил записать этот небольшой ролик, потому что финал сезона, гран-при Абудаби, и, собственно, это может стать последней гонкой для некоторых ребят. Ну, в частности, речь идет о Себастьяне Феттеле, Даниэле Рикьярдо, Микке Шумахери и Николай Латифи. Да, уже буквально в марте этих парней заменит Вильямсе, скорее всего, Логан Саржент. О нем недавно вышло видео, буквально в четверг. В Астон-Мартин приходит Федор Иванович Алонсо в своей очередной попытке сделать очередную команду великой. В Макларене поедет уже успевший стать скандальным Оскар Пиастри. Ну, а Хас... Хас вернул Халка. Не спрашивайте, зачем. Я не знаю. И вот какие-то сложные чувства накрывают. Не могу понять, в чем дело. С одной стороны, как бы, да, жаль пилотов, которые уходят. Но с другой, я всегда стою на позиции, что те, кто придут, будут еще лучше. Ну, если не говорить про Халка в Хасе, конечно. Не спрашивайте, зачем, не знаю. Я даже сделал в соцсетях опросы. Ну, там, в принципе, все предсказуемо. Себушка у нас чемпион, поэтому он набрал больше всего голосов. Как ни крути, даже несмотря на все происходящее в последнее время, болельщиков у него остается довольно много. Денчик Рикьярдо на втором месте, а вот дальше сюрприз. Я подозреваю, что своими блеклыми выступлениями Латифи почти достиг вершин великого и всемогущего Махавира Рангхунатанга. Поэтому за ним активно следят, за ним, как бы, в шутку наблюдают и переживают его выступления. Поэтому он набрал больше голосов, чем даже Мик Шумахер. Мик Шумахер, который пару лет назад наверняка победил бы в этом голосовании, если бы оно называлось «Кому вы больше рады в Формуле-1 из этих четверых?». Да, вот так этот эффект утенка очень быстро прошел, потому что фамилию Шумахер многие хотели увидеть в итоговых протоколах, но я подозреваю, что хотели видеть ее чуть повыше, чем она обычно бывает. Но сейчас я не об этом. Анализировать карьеры этих гонщиков дело долгое и, по большей части, неблагодарное. Ну, скажем так, на Феттеле и на Рикьярдо, наверное, я попробую в этом межсезонье снять отдельные фильмы, чтобы, как бы, получше вспомнить об их карьере, об их жизненном и гоночном пути. Ну, а сегодня я хочу просто кратко, кратко зафиксировать какие-то воспоминания об этих ребятах и, интересно, совпадут ли они с вашими воспоминаниями. Ну, свои вы, конечно, можете написать в комментариях. Почитаем, порассуждаем на эту тему. Ну, а пока давайте по порядку. Коля Латифи. Честно говоря, вспоминая этого парня, можно сказать, о сезоне Формулы 2, по-моему, он с ником Девризом, что ли, ездил. Вот честно, я никуда не лазил, никуда не смотрел. Хочу вот с такой чистой головой, без кепки, так сказать, подойти к этому вопросу. Надо назвать этот формат рассуждалки без кепки, да? Приколимся. В общем-то, Формула 2, не сказать, что какие-то прям успешные выступления, контракт. Понятно, что сын канадского миллиардера. А вот что касается гонок, честно говоря, воспоминаний всего лишь два, пожалуй. Первое – это то, что он набрал очки быстрее, чем Рассел Вильямси. Кажется, это случилось в прошлом году. Не помню, то ли в Венгрии, то ли где-то до Венгрии. Но это очень сильно задело кибер-жорика нашего. И он после этого тоже набрал очки и даже поимел подиум в стоячей Бельгии. Ну и, конечно, финал сезона 2021 года – это авария в Абу-Даби, где, по сути, этой аварией и решилась судьба чемпионского титула. Ну, я, честно говоря, не склонен так считать, потому что, как бы, там много кто повлиял. И Майкл Масси, и стратегии на питлейн, смена колес и все остальное. Да, поэтому, как бы, говорить, что именно Коля обеспечил титул Ферстаппену, ну, немножечко, мне кажется, несправедливо. Это была лишь одна искорка в этом пожаре, в котором сгорела цитадель Юиса Хэмилтона. Но в плане Латифи это была, наверное, одна из самых ярких искор. Сам Николай, кстати, сказал, что этот сезон нынешний был для него чуть ли не самым неудачным. Парень явно уже выстрадовал финальные гонки. За шесть гонок до конца сезона ему объявили, что контракт продлен не будет. Уговаривать отца вложиться еще в какой-нибудь ХАС или еще в какое-нибудь днище смысла нет. Кстати, я Латифи считаю одним из самых адекватных, взрослых и рассудительных парней в Паддеке. Никаких понтов, никакой вот этой вот мажорности. Просто ему нравятся гонки, он ими занимается. У него есть возможность их оплачивать. И как бы до поры до времени, пока это не выглядело еще постыдным, он гонялся. Но потом сам понял, что будущего никакого не будет. Платить за очередную команду аутсайдер, прослыть каким-нибудь днищем в истории. Зачем? Он покатал свои годы в Формуле-1, получил свой опыт. Можно идти дальше, заниматься другими уже совсем уж взрослыми делами. С его-то деньгами можно вообще чем угодно заниматься. Купить команду и пусть в ней гоняется какая-то молодежь. Поэтому вот абсолютно искренне и честно могу сказать, что никакого негатива к Латифи нет. К его карьере тоже. То, что он, возможно, занимал чье-то место, проплачивая свое собственное. Ну, это может быть единственный, так сказать, камень в его огород. Все остальное парень тихо, мирно провел свою карьеру, выступал, кое-чем запомнился. Ну, и хорошо, пора идти дальше. Мик Шумахер. Вот тут сложный, конечно, разговор. И опять же, у меня вот такое мнение, что если бы его фамилия была не Шумахер, даже если бы все знали, что это Шумахер, но он продолжил бы свою карьеру под фамилией матери Берч, ну, как бы история сложилась, может быть, немножко по-другому. Возможно, он бы до Формулы-1 не добрался. А так, ну, мы давно с вами об этом рассуждали. Это был просто коммерческий проект. Хотели на парне заработать еще славу, еще денег. И под эту фамилию думали, что легко найти спонсоров. Та же Декра продолжила спонсировать Хюлькенберга. И вот он его сейчас заменит Шумахера в Хассе. Ну, вот так вот. Все, что удалось на знаменитую фамилию подтянуть, это телевизионщиков 1 и 1 из Германии. Ну, пожалуй, и все. Такая вот история. Возможно, в этом виноват сам Миг, потому что его результаты не только в Формуле-1 хромали. Давайте вот сейчас перейдем к воспоминаниям. Первое воспоминание о нем у меня это Хоккенхайм. Я не помню год. То ли 17-й, кажется, 17-й год, когда он с Робертом Шварцманом сражался в Формуле-3. Еще в той старой Формуле-3. Роберт тогда после сезона в Формуле-Тойота дебютировал в трешке. И я смотрю, и он укатывает Михалыча. Думаю, ну, круто. Либо Роберт очень крутой человек, либо Михалыч совсем уж никуда не едет. И тут вдруг, где-то вот в районе Хоккенхайма начинаются просто самовозные гонки. Во-первых, в Паддеке активно начинает появляться, все время забываю, как его зовут, кучерявый мой товарищ, Марко Матаса. Очень эпичный, двухметровый, кучерявый товарищ, очень позитивный. И очень хорошо разбирается в гонках. Он по сей день возглавляет молодежную академию Феррари. И вот как только он начал работать над Михалычем, над всей вот этой командой Прима в трешке, я не знаю, тогда ли он пришел, или, может быть, пришел раньше, но именно в этот момент его начали показывать по телеку, и Шумахер начал побеждать. И в таком довольно самовозном стиле команда Прима выиграла тот чемпионат, и Михалыч стал чемпионом, ушел в двушку. Первый сезон в двушке. Причем для Шумахера тот сезон в Формуле 3 тоже был вторым. И в первом своем сезоне, в дебютном, он практически ничего не показывал. И вот здесь в двушке та же история. На второй сезон мы ждем от него каких-то успехов. Уже к нему присоединяется чемпион новоиспеченной Формулы 3, Роберт Шварцман. Ну и как-то опять Шварцман его укатывает. И тут вдруг происходит что-то. Происходит Сильверстоун. Это, наверное, мощное воспоминание о Мике Шумахере, когда, лидируя в гонке, преследуемые Юки Цунодой, они сталкиваются в одном из поворотов. Шварцман, по-моему, вообще гонку закончил, а Мик, по-моему, даже... Я не помню, что там дальше происходило. Потому что в этот момент у меня так забрало-упало. Типа, ты что творишь, Михалыч? Запомнилось. Очень сильно запомнилось. Я даже не помню, как он потом выиграл этот титул, потому что следил за Никитой Мазепиным, за Цунодой, чуточку за увядшим Шварцманом. В общем-то, в этой истории, наверное, никто никогда не разберется, если только сам Марко Матаса не придет к нам сюда в студию и не расскажет, что там было на самом деле. Но опять вот такой, как и в Формуле 3, произошел перелом, и Шумахер поехал намного лучше. И вот в тот момент, наверное, пользуясь вот этим титулом в трешке, в двушке, многие болельщики надели вот эти, добровольно надели вот эти розовые очки, не рассматривая результаты, не рассматривая таблицы, не рассматривая пилотаж, просто увидев фамилию Шумахер. Все, он в Хассе, он в Формуле 1. И я, честно говоря, тогда был убежден, что в Хассе поедет с ним в паре Роберт Шварцман. Ну нет, поехал Никита Мазепин. Первый сезон? Честно, вот так на вскидку не могу ничего вспомнить. Вот серьезно, настолько машина была плоха. А в этом году были какие-то надежды, но нам запомнилось что? Аварии? Аварии, аварии. Я сейчас только, ребят, давайте адекватно, я не пытаюсь как-то уничижительно говорить о Михайловиче, просто говорю о том, что мне вспоминается, да? Был бы там какой-нибудь пол в Бразилии, я бы его вспомнил в первую очередь. Все по-честноку. Авария, что же за трасса была? Джида, когда машина развалилась пополам. Кстати, в Монако крэш, вот он был за год до этого, в 21-м, когда тоже машина развалилась пополам. И еще где-то машина развалилась пополам. В общем-то, Михайлович у меня ассоциируется с таким парнем, который просто пополам ломает машины. Да, очки он заработал, в конце концов, невеликое их множество. Возможно, он еще вернется в Формулу-1, может быть, уже прям подсидит с Аржента Вильямси, может быть, с Ауди когда-нибудь. Ну вот, я не знаю, просто о его личности очень мало знаю. Если это толковый взрослый парень, ну, я бы на его месте, наверное, бы занимался менеджментом, занимался бы маркетингом, и как-то постарался бы стать каким-нибудь очередным Тота Вольфом в Формуле-1, может быть. Если продолжать в гонках, куда идти? В суперкубок Порше, в какой-нибудь ВЭК? Да, там можно что-то выиграть, но кто-нибудь в курсе, что Буэми и Хартли в очередной раз стали чемпионами мира в гонках на выносливость? Кто-нибудь помнит, что Алонсо вообще-то чемпион мира в гонках на выносливость? И это к тому, что не каждый титул столь ценен, как титул в Формуле-1. Да вообще никакой титул не ценен, как в Формуле-1. А где молчали? Мне даже поговорить сегодня не с кем. Надо его. Надо показать ему, где студия находится. Вот, так что Миг слишком молод, чтобы рассуждать о его будущем. Сейчас вообще может чем угодно заняться, там таксистом устроиться, доставщиком еды, или стать каким-нибудь успешным бизнесменом, как Ника Росберг, который там все стартапы просрал. Не знаете эту новость? Ну ладно, потом как-нибудь расскажу. Дэндж Крикьярда. Австральянец, как я его называю. Вот был бы он итальянцем, был бы он таким настоящим, рогацией, я бы очень хотел, чтобы он выступал в Феррари. Это была бы яркая фигура, это было бы действительно какое-то феерическое, наверное, шоу, пусть там и без чемпионских титулов, но я думаю, что он смотрелся бы в паре с Леклером, может быть, даже лучше, чем Сайнц. Ну или в паре с Сайнцем, это вообще было бы огненно. Но парень австралиец, и до него в Формуле-1 был другой австралиец, Марк Вебер, который и занимается менеджментом карьеры еще одного австралийца, Оскара Пиастри, который, собственно говоря, и сядет за руль его машины в следующем году. Но я не думаю, что в этом основная причина. Дэн очень неплохо выступал в Рутбуле. Он, наверное, единственный, кто давал вообще из напарников по Формуле-1 бой Максу Ферстаппену, пусть и не каждый раз, пусть и не так плотно, но давал. И вот тут вдруг он начинает переходить из команды в команду, и как-то все не клеится, не клеится, не клеится. И здесь для меня по-прежнему загадка. То ли Ландо Норрис такой великий пилот, то ли сам Денчик сдулся окончательно. Но в то, что пилоты вот так сдуваются, я не верю. Я скорее верю в то, что их надувают в свое время, давая им какие-то идеальные возможности. А потом, когда возможности становятся неидеальными, то... Он молчально, что ли, подъехал? Он же пешком ходит, о чем я говорю. Когда возможности становятся неидеальными, то пилот уже ничего не может затащить. Это важно для следующего гонщика. Ну а по поводу Денчика, что можно вспомнить? Можно вспомнить, как потеряли колесо в Монако. Можно вспомнить победу там же. Была ли она? Да, было. Я больше помню, как Ден ехал за Хэмильтоном. Большую часть гонки в Монако. Он был явно быстрее, но не мог его обогнать. По-моему, как раз вот, когда потеряли колесо. Я сейчас наверняка что-то забуду, и вы такие будете говорить, ну, Витас, как же ты это не вспомнил? Еще раз скажу, в комментариях напишите, поговорим, и другие ребята тоже почитают, что-то вспомнят. Победа в Монсе. Победа в Монсе в прошлом году, это было очень круто. И как-то очень по-человечески, что ли, что команда не стала отдавать эту победу Норрису. Наверное, понимая, что у Норриса все еще впереди. Ну вот, когда непонятно теперь. Ну, как бы победа есть у Денчика. И на сегодняшний день он последний победитель за команду Макларен. Ну и Шуи. Шуи, вот это питье из ботинков. К нему можно по-разному относиться, но это и есть элемент шоу. Я вот сейчас подумал, почему нет гонщиков из каких-нибудь племен каннибалов или еще из каких-нибудь экстремальных таких тусовок. Че б они на подиуме творили? Капец. Так что попейте из вонючего ботинка. Ну, это еще так себе поржали, посмотрели, да и пошли дальше. В общем, Ден – это улыбка. Ден – это авокадо. Ден – это шуи. Ден – это танцы с квятом на какой-то мокрой трассе. Не помню на какой. Ден – это такая яркая страничка. Яркая, может быть, не своими успехами, а вот именно своим имиджем, своим лицом. Вот так можно сказать. Ну и, наконец, Сэбушка Феттель. Сложно, сложно, потому что вначале я вам сказал, что болельщиков у него больше всех из этой четверки, а я как бы человек, который не с этими болельщиками, не в том проблема, что я там против Феттеля или как-то, просто я, опять же, смотрю разносторонне и, на мой взгляд, трезво на его карьеру. Из воспоминаний, конечно, это Монца. Наверное, нет. Первое воспоминание о Себастьяне – это гонка в Фудзи была, или что это было? Гран-при Европы, Нюрнбург Ринг, по-моему, это был, когда Вебер ехал вторым, а Феттель третьим. Это была там то ли вторая его гонка в карьере, сразу после прихода из BMW. И он его засаживает, они оба вылетают. Я помню, не могу найти этот кадр, я помню, как Сэп стоял и буквально плакал в боксах. Потому что он заменил там Скотта Спида или кого-то, я не помню. И до этого была история с дракой в боксах, когда Герхард Бергер или Франц Тос душил пилота за косяки. То есть Феттель реально понимал, что может выхватить люлей сейчас, не говоря уже о том, что карьера закончена. И вот на следующей гонке он приехал четвертую. Я такой, нифига себе, парень с прессингом справляется. Ай да молодец. А через год он выиграл в Монсе. И вот тогда уже было. Я помню этот старт, я помню, как не, выиграть гонку. Да-то-то вон Кавалайнин там на Макларене сзади. Ничего, Кавалайнин не смог сделать. Феттель, конечно, был тогда очень большой красавчик. Потом я вспоминаю штампованные буквально Паулы, когда он просто выезжал на один круг под конец, показывал Паулы, заезжал в бокс. То есть настолько была уверенность в машине, где-то как у нынешнего Макса. Ну, те четыре титула, эти четыре титула. А потом все пошло куда-то вниз. Танцы на Феррари, жалобы на Квята. Что еще можно вспомнить? Да там много, и это будет не очень приятно болельщикам Ферстаппина. Феттеля. Они даже на одну букву, понимаете, чемпионы Редбула. Капец. Наверное, больше всего запомнился нынешний сезон. Вот эти трусы, пчелы и все остальное. То есть в человеке все меньше гоночного оставалось и все больше становилось социального. Ну, я думаю, закономерный результат, что если ты уже не гонщик, а политик или там соцработник, ну, так там и надо работать. Будет ли не хватать Себа? Мне лично нет. Он свою страницу в истории автоспорта написал. Четыре подряд чемпионских титула от Бэби Шуми к трусам на комбинезоне. Ну, и просто обидно за людей, когда они вот такие глупости творят. Мог бы быть уважаемым человеком. Хотя, может быть, в Германии его из-за этого и любят, но не знаю. В общем-то, опять же, никакого негатива. Хочется пожелать Себастьяну успехов, найти себя в чем-то новом. Хрен с ним. Хочешь защищать пчел, стань там очень крутым борцом за права пчел. Ходи с сачком там в полосатом комбинезоне. Да мы будем только рады. Лишь бы ты был счастлив. Ну, а мы будем счастливы в своей формуле 1 с логаном с саржентом, с Чулькинбергом. Я пока снимал ролик, так и не придумал, зачем его в хат взяли. Может быть, Штайнеру самому интересно увеличить рекорд без подиумов. Фиг его знает. Штайнер настолько непредсказуемый чел. С Оскаром Пиастре, с другим австралийцем. Хотя, честно говоря, я очень сомневаюсь, что он станет настолько же запоминающимся и ярким, как Дэн Риккардо. Может быть, даже как Марк Вебб. И кто у нас там еще? А, Федор Иванович Алонс. Да, Вастон Мартине. Ну, тут посмотрим. У меня пока что тоже надежды особо никаких. В общем, вот такие дела. Обещал, что этот ролик будет коротким. Наговорил, наверное, там минут на 20. В любом случае, ребят, не важно, за кого вы болеете, не важно, как вы относитесь к этим спортсменам. Надо понимать, что они на трассе. Они занимаются делом. Это их жизнь. И они живут ее, как могут. И вот эти четверо, наверное, свою жизнь в Формуле 1 уже прожили. И что нам остается? Просто их проводить. Понаблюдать за их финальной гонкой. Попереживать. Напоследок. Ну, а дальше пусть у них все сложится хорошо. Как и у нас с вами. Заранее поздравляю с завершением сезона. Увидимся в обзоре во вторник.